Вера – это мировоззрение, религия – это метод контроля социума, а церковь – это бизнес. Михаил Стоп. Что вам сказать? В эти термины «вера», «религия» и «церковь» пытаются наполнить содержанием, что вера – это мировоззрение, религия – это метод контроля социума, а церковь – это бизнес. Они пытаются наполнить эти термины этим содержанием. Но это не так. Вернее, знаете как? Скажем, в какую-то эпоху… Например, Алексей Михайлович, тишайший нас Романов, середина 17 века, наш царь. Для него вера – это было мировоззрение, но религия – это ни в коем случае не была методом контроля социума. Алексей Михайлович – тишайший. Утро начиналось, по-моему, в 5 утра. Он вставал, совершал утренние правила. Каждый день к нему приходил духовник, окроплял его святой водой, которую он осветил только что на молебне. Приносил ему икону сегодняшнего святого. Тот еще минут 15 перед этой иконой молился. Потом он шел на заутреннюю службу в храм. Потом он после заутренней государственными делами занимался какое-то время. Потом он шел за литургию, на обеднюю. Молился за обеднюю и после обеднию была первая трапеза. До этого он не кушал ничего. После трапезы он отдыхал. И после отдыха шел на вечернее богослужение. А после вечернего богослужения молился и спать ложился. Вот день царя был. Раз в неделю обязательно паломничество в какой-то ближайший монастырь, раз в месяц подальше. Послы в то время, которые приезжали, поражались длиной служб и условиях тех, которых царь молился. Если в этого послания из частного брали с царем помолиться, то он даже не знал, куда деваться. Для него религия – это был не метод контроля социума. И церковь для него была не бизнес, это была жизнь. А вот Петр, сын его, Петр Первый, для него – да, религия – это метод контроля социума. Тут зависит все от человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА